Кошкам раздолье, людям неприятность. Мусор из переполненных контейнеров разлетается по всей округе. Чтобы пройти мимо площадки, жителям поселка Управленческий приходится ускорять шаг и зажимать носы. И запах, и неприятно мимо этой помойки ходить. Даже в магазин идешь или в библиотеку идешь. И вот это вот все тут на пути. Да вывозят. Я не могу сказать, что он лежит. Но зачастую, видно, или машины заняты, или кто-то еще рабочий заняты, не знаю. Мухи, разумеется, чушь. Мухи бывают. И запах, сами чувствуете, какой запах. Такая удручающая картина наблюдается не только в Управленческом, но и в поселках Красная Глинка и Мехзавод. Все эти контейнерные площадки обслуживает предприятие «Рассвет». Контракт с этим перевозчиком заключила муниципальная управляющая компания «Универсал быт» в начале этого года. С тех пор жители забыли, что такое выбросить мусор в пустой контейнер. А сотрудники администрации уже устали выписывать штрафы. Мы ежедневно осуществляем осмотры, контрольные выезды. На сегодняшний день до 10 утра не был убран мусор трехдневной давности. В выходные этот перевозчик не вывозил мусор. Мы составляем протоколы в адрес управляющей компании, направляем уведомления, штрафуем. Ну, штрафуем управляющую компанию, но они потом уже взыскивают с перевозчика. Вопрос поднимается на общегородском совещании в мэрии. Поначалу компания «Рассвет» справлялась со своими обязанностями, рассказывает по селекторной связи глава района Олег Комаров. Но в последнее время жалобы на несвоевременный вывоз мусора стали сыпаться все чаще. Ну, видимо, компания добрала объемы сейчас в Центральных районах, в Ленинске, в Гойбургском, в Железнодорожном. И просто паста отшел, в принципе, у него просто не хватает техники. Контейнерные площадки не убираются по несколько дней. Тем самым нарушается положение 404 постановления главы города. Согласно ему, перевозчик должен не только вовремя опустошать контейнеры, но и убирать территорию в радиусе 10 метров вокруг самой площадки. Сейчас управляющая компания «Универсалбыт» готова пересматривать условия договора с перевозчиком или даже разорвать с ним контракт. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.